Добрейшего вас, дорогие друзья, с вами снова Эквики. Сегодня мы с вами встретимся в игре Тук-Тук Литературный Клуб. Это уже третья серия и перед нами сейчас стоит очень сложный выбор. На самом деле не особо сложный. В общем, выбор. С кем я согласен? С Нацуки, с Юри или Помоги мне с Сайори? Если бы я сейчас не подумал бы своей головой, я бы нажал Помоги мне с Сайори, потому что, ну типа, если бы я проходил так. Но я подумал и решил, что я буду проходить эту игру чисто для того, чтобы показать вам все, что возможно. То есть это прохождение будет чисто для Нацуки, мы будем все делать для Нацуки. Соглашаться только с Нацуки. Потом только с Юри, когда буду проходить только с Юри, все только для Юри. Потом только для Сайори и все только для Сайори. Поэтому сейчас я выберу, что права Нацуки, естественно. Юрий, у тебя настоящий талант СПА, но на суке права Я думаю, что Я за всех сильно проиграю мозг, чтобы выдать убедительные доводы Я думаю, что способность передать свои чувства всего несколькими простыми словами Может произвести ничуть не меньше впечатления Это заставляет читателя подключить свое воображение И стихотворение на суке отлично справляется с этой задачей Именно Оно с этим справилось, не правда ли? Ага, это прекрасный показатель, насколько ты не разбираешься в этом Я не совсем На суке, тебе стоит остановиться А? Мне? Но она была так несправедлива ко мне На суке чуть ли не плачет от негодования Слушай, не стоит забывать о том, о чем мы говорили вчера У каждого свой собственный стиль Делиться с другими своим творчеством может быть непросто Мне кажется, сегодня мы освоили этот урок Даже небольшая критика может разжечь яростную полемику Я оборачиваюсь Саюри энергично кивает мне Я просто хочу сказать Не сердись на Юрия Твои стихи замечательны, на суке А? В возгласе на суке Слышится удивление Спасибо, что заметил Наконец, едва слышно, говорит она Юри Юри понуро смотрит на меня Не могу не посочувствовать ей Видя такое выражение ее лица Я уверен, что на суке не все говорила всерьез Тебе тоже не нужно на нее обижаться Ммм, ну раз ты так говоришь Эй, нечего тут за меня извиняться, Егор Блин На суке переводит дыхание Я Насчет этого Ух Она обводит глазами класс Вы перестаньте все на меня таращатся И, как следовало ожидать, на суке справляется с вниманием толпы куда хуже, чем она сама недавно горделиво заявляла Саюри с Маникой тут же отводит глаза Ммм, короче Насчет твоих Насчет твоей груди Я говорю не всерьез, ясно? Это все, что я хотел сказать На суке отворачиваются, избегая взглядов окружающих Точно, ты красавец от природы, Юри Саюри? Я пойду заварю чай Э-э-э, я просто пыталась помочь. Увидение приятных твоих словах, Сайори. Я похлопал Сайори по плечу. Хорошо, раз этот вопрос решен, пришло время поделиться друг с другом своими стихами. Надеюсь, для вас это был ценный опыт. Особенно для тебя, Егор. И, если честно, для нас это хорошая смена ритма, предоставленная сами себе. Мы слишком привыкли бездельничать. Хе-хе. А, так значит, вступив в клуб, я радужу вашу атмосферу. Нет-нет, что ты. До конца клубной деятельности еще есть много времени. Давайте чуть отдохнем. Разумеется, кроме болтовни, мы также занимаемся вещами, связанными с литературой. Ты можешь воспользоваться этой возможностью, взять почитать книжку или что-нибудь написать. Ведь именно для этого и был создан клуб. Я не согласен с тобой, Моника. А? Насчет чего? Это не самое важное в литературном клубе. Важнее всего, чтобы здесь было весело. Хе-хе. Ну да, конечно. И именно поэтому ты здесь вице-президент, Сайори. Хе-хе-хе. И все-таки с Моникой нельзя не согласиться. Раз я вступил в литературный клуб, то не могу приходить сюда просто тупо, чтобы убивать время. Хотя должен признать, пока я действительно проводил время с пользой. Итак, друзья. Пришло время заканчивать сегодняшнюю встречу. Как вам понравился обмен стихами? Было очень весело. Могу сказать, что оно того стоило. Было неплохо, по большей части. Егор, а что ты думаешь? Да, я со всеми согласен. Это прекрасная тема для совместного обсуждения. Замечательно. В таком случае, завтра сделаем то же самое. Возможно, вы узнали что-то полезное от своих друзей. Так что ваши стихи я отныне станут еще лучше. Я задумываюсь. Я действительно узнал, какие стихи нравятся каждой из девушек. Немного удачи, я уверен, что мне удастся произвести впечатление на интересующую меня девушку. Обнаружив такую перспективную возможность, я киваю сам себе. Я, если честно, не знаю, какие стихи нравятся девушкам, но... Короче... А, хотя понял, слушай. Саюре нравятся веселые. Нацуки нравятся милые. Юре нравятся загадочные, там, закрученные. А Монике поймешь. Егор, готов пойти домой? Конечно, идем. Эх, хе-хе. Саюре отдаливает меня своей лучезарной улыбкой. Мы с Юрей, правда, давно не проводили столько времени вместе. Я покреплю душой, если скажу, что не получаю удовольствия. Саюре, насчет того, что случилось. Эээ, что ты имеешь в виду? Ну, насчет Юри с нацуки. Че за у вас такое случается? Не-не-не, на самом деле, сегодня я впервые увидел, чтобы они так ссорились. Я уверяю, они замечательные люди. Ты ведь, ты ведь не устал испытывать к ним неприязнь? Нет, ничего подобного. Я просто хотел твое мнение узнать. Теперь я понимаю, почему вы подружились. А, знаешь, Егор, здорово, что мы можем проводить время в клубе вместе. Но то, как хорошо ты был со всеми, делает меня по-настоящему счастливой. А еще, я думаю, ты с ним очень понравился. Да ну тебя. Хе-хе-хе, каждый день теперь будет наполнен весельем. Похоже, до Саюри еще не дошел, в какой ситуации я оказался. В какой нормальной ситуации. Конечно, здорово со всеми дружить, но разве нужно на этом останавливаться? А почему нет? А зачем? Ты че, ты султан Сулейман? Мы посмотрим, что для нас приготовило будущее Саюри. Я похлопал Саюри по плечу. Это были скорее мысли вслух, но Саюри иногда удобно было использовать для своего внутреннего монолога. Конечно. Да. Все в моих руках. Че, опять стих писать? Окей. Так. Так. Страх, шепот. Давайте начнем с блестящей. А че, она прыгнула? Подожди. Липки, помада. Поцелуй. Так. Подожди. Небосвод. Леди нет. Я, кажется, понял. Подожди. Я, кажется, понял. Когда отвечаешь, что-то то, что нравится девушке, одной из девушек, то она прыгает. Да? Наверное, да. Допустим. Да, походу, так. Понятно. Окей, все. Если это действительно так, то я прям... Да, 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 все. Я правильно, я придумал. Надеюсь, то, что я прав. Так, ну ладно. Ну да, вот, судя по всему, то я прав. Когда я нажимаю на то, что нравится одной из девушек, то она прыгает. Окей. 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 Окей, все хорошо. Допустим. Зефир. Настойчиво презирать боль, пение, гнев. Самоубийство, блин. Вы что, с ума что ли сошли? Пение. Водопад. Я вообще все в бане отвечаю. Мечта, носки, лень. Резвый. Тоже ей... Сейчас я не успел посмотреть, но тоже, походу, делаю ее. Ммм, нифига себе. Юбка. Офигеть! Все по ней идет. Мышь. Крик, ощущение, кладбище. Кладбище, блин, бантик. Одеяло, закат. Одеялка. Офигеть! Идеалити! Радость. Радуга. Радуга. Это ее... Ну, пофиг вашей. Пузырьки. Почти все, панацуки, получилось. Все почти. Подходит к концу еще один учебный день. И вот уже наступило время для очередной встречи клуба. За последние пару дней я попривык и теперь чувствую себя более уверенно. При входе в класс меня встречает привычная сцена. Привет, Егор. Привет, Сайори. У кого-то сегодня хорошее настроение. Ха-ха-ха. Наверное, дело в том, что я еще не привыкли видеть я в клубе. Понятно. Надо же, как мало нужно для своего хорошего настроения. Но, видимо, радость простым вещам твоя уникальная черта. Кстати, о простых вещах. Я, кажется, прорыводалась. Давай вместе сходим кубином, что-нибудь перекусить. Давай, держусь. Эээ... Это совсем на тебя не похоже. У меня свои причины. Почему бы нам сперва не заглянуть в свой кошелек, Сайори? Эээ... А с чего бы так внезапно? Да просто так. В смысле... Вдруг захотелось на него... Вдруг захотелось на него поглядеть. Шо, альфонт? А, ясно. Сайори нервничает, отстает кошелек. Я бы тоже нервничал, если честно. Нифига себе. Бацан такой говорит, дай мне свой кошелек посмотреть. Нифига себе. Теребит защёлку и открывает его. Затем она переворачивает его вверх тормашками и вытрахивает содержимое на парту. Но свет появляется только пара мани... А, это она из меня хотела деньги, значит, содрать. Так и знал. Я вижу тебя на сквозь, Сайори. Так не честно. Как ты догадался? Элементарно, Латсон. Будь у тебя достаточно денег, ты бы принесла закуску с собой в класс. Получается, либо ты не голодна, и это было поводом, чтобы прогуляться, либо ты планировала в последний момент, вспомнив, что всё потратилось, трясти деньги с меня. Но одно я про тебя знаю точно. Ты всегда голодна. Следовательно, остаётся единственный вариант. А-а-а! Не сдуюсь. Ты чего, блин? Не заставляй меня чувствовать тебя виноватой. Не сочувствуешь вину, значит, ты это заслужила. Хихи. Юрий неожиданно начинает хихикать. А? Я и не заметил, что она нас подслушивает. Она, как всегда, утнует с носом в книгу. А-а-а! Я не подслушивала! Я просто прочитал в книге кое-что забавное. Юрий! Скажи ему, пусть его отложит мне денег. Я... Не впутывай меня в это, а Юрий! К тому же, тебе следует покупать лишь то, что тебе может позволить твоя ответственность. Откровенно говоря, после такой озорной проделки твои страдания вполне заслужены. Нифига себе. А-а-а! И что это? Я... Я совсем не то хотел сказать. Я слишком увлекался книгой. У-у-у-у! Ха-ха-ха! Я так люблю, когда ты говоришь, что у тебя на уме, Юрий. Такое случается нечасто, но это твоя интересная черта. Это... Мне сложно поверить, что ты говоришь всерьёз. Однако ты права. Я поступил не очень красиво, и мне придётся принять оплату. Расплату. В точку! И всё же неожиданно услышать это от тебя, Сайюри. Видимо, в каждом из нас сидит маленький чертёнок, не правда ли? Хе-хе-хе. Не позволяй ей пустить тебе в пыль глаза. Сайюри прекрасно сознаёт, что делает. Не забывай, она сказала вам, что проведёт нового члена клуба, не удосужившись спросить мои ломбления. Но... Ты бы не пришёл, если бы не кексики. Так что мне даже пришлось уговаривать нас, как их приготовить. Вот только не надо из меня делать гадкого мерканительного типа. Хе-хе. Шлёп. Ты что, меня сфоткали? Привет! Привет! Шлёп. Кя-я-я! Что за каратэ? Что за каратэ, нафиг? Откуда ни возьмись, что-то со шлепком влетает в лицо. Сайюри падает на порту, фигаси. Ай, что это? Э-э, печенька! И действительно, это завёрнутое полиэтиленогромное печенье. Сайюри оглядывая его по сторонам. Неужели это чудо? Это потому, что я заплатил воздавание... Чё? Воздаяние? О, надо же, почти сработало. А-хе-хе. О, это носок и дело. Я как раз собиралась отдать его тебе. А затем слышал болтовню про кексы. Но в итоге твоя реакция была просто бесценна. Ха-ха-ха. Ну, суки. Как мило с твоей стороны. Я так счастлива. Сайюри прижимает печенье к груди. Блин, просто съешь его. Сайюри быстро разрывает пакет и откусывает большой кусок. Вот так вкусно. Ммм. Вдруг Сайюри резко прикрывает рот руками. Я прикупила язык. 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 Хе-хе-хе. Через какие тернии ты готова протирать и одной печенюшки? Нацоке подкусывает свое печенье. Надкусывает. Ай, твои выглядят аппетитно, Нацоке. Можно попробовать? Ты только что заграла, Филиси проглот. Блин. Ну, чужой каравай рот не разевай. Вот-вот. Вот-вот. Ну, тебе с шоколадом. Конечно. Почему, по-твоему, я давала тебе другое печенье? Молодец. Все, молодец. Ладно. И все равно я очень благодарна, что ты со мной поделилась. Ииии. Сайюри встает со стулы, подходит сзади к Нацоке и обнимает ее. Ага, тоже. Я поняла, поняла. Что это такое? Что это? Вы сейчас уможете зашли? Я поняла, поняла. Все еще держа печенье в руке, она пытается отпихнуть от себя Сайюри. Что, по груди попало, что ли? Сайюри неожиданно тянется вперед и откусывает от печенья на ЦУКе. Ах ты ж проглот. Эй, коронавирус, все. Ты. Дезинфицируй печенье, нафиг. Ладно, я шучу. Ты серьезно это сделала? Хи-хи. С полным оттом Цаэля немедленно отступает на безопасное расстояние. А то что, сейчас вертушку крадаю. Смотрите, вы. Ну так некрасиво. Мы с Юлей тоже начинаем смеяться. Облудит, ты уже такой ребенок. Моника, хоть ты ее образуем. Эээ. Нацоке обводит комнату взглядом. Моники нет. О, а куда делать Моника? Хороший вопрос. Она кого-нибудь предупреждала, что сегодня задержится? Мне не говорила. Мне тем более. Ммм, как странно. Надеюсь, у нее все хорошо. Разумеется, она в порядке. Наверное, ее задержали дела. В конце концов, она довольно популярна. Ээ? Так ты думаешь, у нее... У нее есть... Я бы не удивилась. Уверена, в ней больше привыкательности, чем во всех нас вместе взятых. Нет. Вот в ней больше всех взятых, понимаешь? Понимаешь? Вот, 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 смотрите, вот эта вот мордашка, вот в этой мордашке больше всех вместе взятых привлекательности. Вот, они в вашей Монике. Хе-хе-хе, твоя правда. Прошу прощения, согласен, прошу прощения. Внезапно дверь с хлопком распахивается. Ну, что в ней красиво, блин? Простите, я уже с вами виновата. А вот и ты. Я не хотел опаздывать. Надеюсь, вы, ребята, за меня не волновались. Все-таки между встречей клуба и встречей с парнем Моника выбрала первая. Какая сила воли? Парнем? А че-чем ты говоришь? Моника вопросительно на меня смотрит. А почему на меня? Я не твой парень, поняла? Я никогда не встану. Не обращай внимания. Так что тебя задержало? А, просто на последнем уроке у нас было самостоятельное обучение. И, если честно, там я потерял счет времени. Хе-хе-хе. Ерунда какая-то. Ты бы, по крайней мере, услышала звонок. Я, наверное, не услышала из-за того, что практиковала все игры на пианино. Пианино? Я не знал, что ты еще и музыкой занимаешься. А, да нет, вообще-то. Я совсем недавно начала. Я всегда хотела научиться играть на пианино. Как классно! Моника, ты просто обязательно сыграй для нас. Я... Моника смотрит на меня. Может быть, когда я стану лучше играть. А что ты на меня-то постоянно сыришь нафиг? Мне неприятно. Ты на мне дыру протрешь. Ура! Было бы здорово. Жду с нетерпением. Правда? В таком случае я обязательно сыграл. Я тебя не разочарую, Егор. Что такое-то? Что тебе надо от меня? Уйди. 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 Не хочу тебя видеть. Я хочу видеть нас, суки. Моника, приятного, улыбается. А, только не подумай, что я думаю на тебя или что-то такое. Хе-хе-хе. Не волнуйся. В последнее время я много подхивалась. Я буду рада, если представится шанс показать себя. Ясно. Раз так, то желаю удачи. Спасибо. Так, я ведь ничего не пропустила? Да нет, вроде. Я решаю не упоминать озорные выходки Сайори. В любом случае, насуки наверняка на нее пожалуются. Похоже, все расселись. Сайори как-то умудрилась уже прикончить свое огромное печенье. Она жрет как с ним в себя, блин. Юри снова уткнулась к нему, а насуки исчезла в кладовке. О, привет. Давно не верить. Немного погодя ко мне подходит насуки, явно чего-то ожидая. Да-да, не переживай, я сдержал обещание. Я вытаскиваю из своего портфеля первый томик ванильных девочек. Насуки берет его, после чего быстро переворачивает и смотрит. Вероятно, в поисках помятостей. Эй, не такой раздолбай. Я давно уже увлекаюсь мангой, знаешь ли. Я хотел убедиться. Ты же не думаешь, что я параноик? Просто я не каждый день даю кому-нибудь свою мангу. И то верно. Я тебя не виню. Как бы то ни было... А, как бы то ни было, этот томик отправляется назад на полку. Я все равно поставлю тебя на превьюшку, ясно? Ты не можешь оказаться ни в каком другом месте, только на превьюшке. А тебе я дам следующий, хорошо? Давай. Насуки направляются к кладовке. Я иду следом. Так ты расскажешь, тебе как? Понравилось? На чем закончился этот том, я забыла. А, это она так типа хочет узнать, а я правда прочитал? А, голова закончилась, когда Минори и Алиса нашли... МОНИКА! МОНИКА! Глаз на Суки, я компарносятся по комнате. Я заглядываю внутрь. Все книги на Суки выстрелились шеренгой на верхней полке. Ну нафиг так делать? Ну ты... У каждого человека свой порядок, ну какого фига? Ты снова переставил мою мангу? А, прости, прости. Очень я рассерываю еще, что мы заняли столько места в кладовке. Поэтому мне пришлось немного все переставить и прибраться. Все там, просто я немного иначе расставил книги. Уф... Верхняя полка намного выше головы на Суки. Она подпрыгивает безусловно, пытаясь тратнуться до своей манги. Давай я помогу? Блин, это так неудобно. Я переставлю все обратно. На этих полках столько свободного места и вообще... Они так красиво смотрятся, когда все так стоят в ряд. Зачем прятать такую красоту на верхнюю полку? Эм, на Суки. Там у стены стоит скамеечка. В кладовке действительно есть небольшая складная скамейка для ног. А ты не предложил свою помощь? Джентльмен нашелся нафиг. Если хочешь, давай я туда за... Только сказал, я не прочитал просто. Если хочешь, давай я туда залезаю и все тебе передам. Я все равно могу сделать это. На Суки раскладывает скамеечку. А ты думаешь, я слишком маленькая или типа того? Я имел в виду... Так и знал. Знаешь что? Смотри, учись. На Суки запрыгивает на скамеечку, которая в меру особенностей конструкции тут же начинает ходить ходуном. К ходуном. Ай! Осторожно! Я знаю, что делаю! Сейчас упадет, и ты ее поймаешь. Я такой... Поцелуй. Поцелуй любви к страсти. Даже стоя на скамейке, на Суки дотягиваются до верхней полки лишь кончиками пальцев. Я бы с этой скамейки запросто все достал, но на Суки как обычно упрямится. Уф! Она просто хочет тебя. Как это слово, блин? Она просто хочет тебя. Хочет тебя. Хочет тебя. Хочет тебя. Хочет тебя, короче. Пальцы на Суки нащупывают одну из небольших коробок на самом краю полки. Видишь? Ай! Она что, упала? А, коробка внезапно прокидывается. В последний момент на Суки ловит ее. Сейчас упадет! Скамейечка раскачивается все сильнее. Уааа! Потребляв на навесе, на Суки спрыгивает с нее. А, к счастью, ей удается удержаться на ногах. С победоносным видом она показывает мне коробку. Вот так! Впрочем, на Суки чудом избежавшую неминуемого падения немного трясет. 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 Ну ты даешь. Вовсе не обязательно буду что-то доказывать. Мне зачем надрываться и таскать такие огромные коробки. Я бы мог снять их, так что... Я сказала, что сама справлюсь. Что там по времени? Про заканчивать. Ооо, так. Давай-ка. Вот так вот сделаем, еще немножечко почитаем. Что сама справлюсь. Я не хочу, чтобы ты мне помогал, ясно? Я возьму стул, так что просто подожди. Отбивков, отпихнув меня, на Суки выходит из кладовой. Ну-ка. Стулья и порты класса представляют собой единое целое. Так что в кладовую такой едва ли возможно протащить. Ага. На Цуки направляется к соулу учителя, с которым стоит обычный офисный стул. Она че, дура что ли? Если это такой стул как у меня, то он это... Исюх, исюх... Исюх, исюх... Она катит в его кладовке. Эээ, затея довольно опасная. Стул вращается и катается на колесиках. Я там и говорю. Но я усвоил урок, поэтому решаю промолчать. Уф. На Цуки залезает на стул, а затем балансируя, выпрямляет ноги. Поскольку она отказалась от моей помощи, я сажусь в щенне рядом с дверью и наблюдаю. Вот так О май гад Контент 18 плюс А что будет дальше? Что будет дальше? Вы узнаете в следующей серии Ну а пока я желаю вам всем счастья, здоровья, любви И всего самого наилучшего Никогда не зажжено, не болейте Всем удачи, всем пока и до следующего видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok